Выбрали Трампа и как весной поверила, сколь не кляни Америку, а умеют недружественные людям в России настроение поднять. Дональд это надежда на нормализацию, конец активной фазы СВО и снятие санкций. Знаете, меня одно смущает, в 2016 мы тоже надеялись, но стало только хуже. Наш мудрый лидер Владимир Путин, правда, пояснил, что тот первого срока Трамп собственной тени боялся. Это у Путина такое мнение сложилось. Но мы же помесь монархистов с методологами, оттого верим, что сейчас все будет лучше. Никто не входит в реку дважды. Вот мы каждую шестилетку избираем нового Путина, он эволюционирует. А американцы избрали нового Трампа. И Трамп этот миролюбив, весел и вообще заново родился. В него же стреляли, а спас его боженька. Неспроста это все. Это либо, чтобы Дональд спас мир во всем мире, либо миру капец. Ну, верьте во что хотите, но помните, каждому воздастся по вере его. По миру бродит призрак разрядки международной напряженности. Именно не то, чтобы она сама, но вот ощутимое ее предчувствие. Сейчас либо заживем, либо станет совсем плохо. А про разрядку международной напряженности придумал не я. Это штамп советской пропаганды. А уж советская пропаганда умела формулировать. Коммунизм – светлое будущее всего человечества. Продовольственная программа – дело всенародное. Пятилетку в три года. Нынче в этих ваших мемах так не умеют. Трамп обещал закончить украинский конфликт до инаугурации. Путин на заседании Валдайского клуба говорит, что и сам не обломается позвонить Трампу. И вроде они созвонились по инициативе американской стороны. Но потом это было опровергнуто Песковым. Ну, не спрашивайте. Так надо. Даже просроченный президент Зеленский позвонил Трампу. Правда, попросил еще денег. Ну, таков уж стиль Зеленского. По-своему, он вполне себе на стиле главного мирового коми-вояжора. Это же вроде Трамп его так определил. Знаете, я очень хотел, чтобы Казань стала столицей мира. Саммит Брикс был признан суперуспешным. Но до определения нового президента США прям мириться было нельзя. А будь новым президентом Камала Харрис, так и мириться было бы невозможно. Отвел Всевышний. Демократка, любовно именуемая в Татарстане Камиле Харрисовой, со свистом пролетела. Мимо овального кабинета. Для меня главный итог саммита Брикс в Казани. Это смена Татарстаном спортивного костюма на дипломатический пиджак. Великолепие Казани признавали все, но была у города специализация. Универсиада, игры будущего, чемпионат мира по водным видам спорта, далее везде. Ну, выпадает из канвы только тысячелетие Казани. К нему город перестроили в первый раз. И вот во время тысячелетия, кстати, был саммит глав государства СНГ. Но это был 2005-й. Тогда, кстати, был реальный шанс договориться у Армении с Азербайджаном. И условия урегулирования карабахского спора были куда лучше, чем то, что случилось. Ну, кто старое, помянет. С 2005 года Казань была в основном на спорте, а тут сразу шагнула в высшую лигу дипломатических центров. Гордимся. Про Чак-Чак шутить не буду, восхищаться тоже. Я местный, для меня Чак-Чак как воздух, он всегда был. А вот без Чак-Чака, как без воздуха, было проблематично. Я вообще затолкыш. Ну, ладно, это освоим на следующем саммите. Чтобы не грузить гостей, дорогих, всем великолепием татарской национальной кухни сразу. Приезжайте еще, есть предметы для разговора. Зашел в историю штамп, Путин в Казани продемонстрировал отсутствие международной изоляции. И вот на этом фундаменте разговаривать с Трампом куда проще и приятнее. Все все поняли. Трамп и Путин доказали друг другу, ну, примерно все заранее. Путин борец, который не проигрывает. Трамп мужик, который пули не боится. Путин же сказал, что Дональд мужественно повел себя во время покушения. Взаимоуважение сторон, как ни крути, лучший фундамент для разрядки международной напряженности. А что Украина? Надо было подписывать в Стамбуле. Вот пассаж Путина о том, на каком фундаменте его устроят урегулирование. Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то хотелок, названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. На базе, ну, исходя из реалий сегодняшнего дня. Но только речь должна идти не о перемирии какой-то на полчаса или на полгода для того, чтобы снаряды вам подкатили. А для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений сотрудничества будущего. Тут вообще нет неважных слов. Заранее слили в сеть проект того 2022 года Стамбульского пакта. Украина обязуется никуда не вступать. Признает Крым российским, признает независимость Донецкой и Луганской республик. Слит ли настоящий проект или фейк, я не знаю. Но в документе не было речи ни про Херсон, ни про Запорожье. А сейчас, простите за тавтологию, но сейчас уже не может быть речи о том, чтобы в проекте мирного договора не шло речи о территориях Запорожской и Херсонской областей. Они же по конституции в составе Российской Федерации. Это знаете, как у нынешних ипотечников на Руси. Чем позже подписал договор, тем выше процент. Только для Зеленского, тем выше процент потерянной территории Украины. Такая вот учетная ставочка, дорогие братья. На внутреннем контуре России аккурат к выборам Дональда запустился губернатор Апат. Это традиционная ротация руководителей регионов. Слабые отваливаются, а Путин назначает временно исполняющих обязанности. В Рио должны как-то себя проявить и бодрейшим образом избраться в следующем сентябре в единый день голосования. Он, напоминаю, второе воскресенье сентября каждого года. Вы знаете, выиграл все-таки наш Трамп и настроение, если не хорошее, то многообещающее. Потому губернатор Апат нынче не злой, а скорее такое себе. Когда-нибудь традиции. Минувшая пятница, правда, преподнесла нам сюрприз из серии «Ну такое себе». Каналы Башкортостана отправили в отставку главу республики ради Хабирова. Дальше отставки в каналах. Дело, правда, не пошло. Тут еще предстоит разобраться, где дым, а где огонь. Хабиров только что переизбрался с каким-то там очередным феноменальным результатом. Да, у ради соседа обвязка коррупционных дел в окружении. Ну, не за коррупцию сажают. Точнее говоря, за коррупцию сажают лишь самых обнаглевших. Хабиров, он вроде политический администратор. Он скорее про выборы. С выборами у него все хорошо. Разумеется, мы не читали папок силовиков, но решение подвисло. Ну, разумеется, то решение, о котором грезили телеграм-каналы Башкирии, пока что осталось слухами. Радий Фаритович со сдержанной бодростью провел понедельничную планерку, оговорившись, что приболел минувшей субботой. Аккурат через сутки после слухов об отставке, хворь настигла лидера Башкортостана. Я честно скажу, я в субботу прям очень тяжело разболелся. И я не смог просто с ними встретиться. Но я очень хочу с ними встретиться. А зачем? Именно с нашими, которые ребята. Для Татарстана, как для доброго соседа, по сути, пофигу, кто возглавит Башкортостан. Экономическую конкуренцию эта губерния проиграла. Политическая субъектность их тоже сильно урезана. Татарстан будет работать с любым главой соседней территории, начинающейся сразу за Актанышским районом. Главный вопрос отношений двух республик, это перепись населения. Полное ощущение, что место башкирского президента, затем вот уже и главы, оно проклято. Кто бы ни пришел, начинает переписывать башкирских татар башкирами. Мир его праху Муртазар Ахимов делал это прямолинейно. Ради Хабиров продемонстрировал чуть больше креатива в исполнении своего пиарщика, ныне внесенного в список иноагентов и проклятого на всей территории Святой Руси, Ирода Мурзагулова. Перепись была недавно. А кто будет главой башкирии в следующую, это еще надо дожить. Мы примем любой выбор федерального центра и многонационального народа Башкортостана, большую часть которого составляют представители русского и татарского этносов. Житель Икоми Владимир Путин освободил от иго Владимира Уйбы. Уйба был самым неудачным губернатором новейшей истории России. Это не я так решил. Это экспертное мнение. Это консолидировано. Сообщество политологов так считает. Скажем так, у нас есть внутри политическое понимание, что лучше вообще без губернатора, чем такое, как Уйба. Самой знаменитой выходкой Владимира Уйбы была фраза «Я у вас Путин». Я хочу вам сказать, что вы... Какой Путин? У вас и я Путин. Какой Путин вам? Значит, вот мы проговорили... Вы для Путин? А для вас Путин, конечно. А кто из вас? Это, если что, присланный варяг Амич заявил комичам, то есть жителям Коми. С тех пор Уйба дурил безостановочно. Фронт его был широк. От срача с гаишниками до срача с лукойлом. Он, если что, в республике Коми типа бюджетообразующий. Приостановить безудержное падение Уйбы в бездну разок удалось лично Владимиру Путину, назвавшему тезку человеком со связями. Помогло ненадолго. После отставки Уйба произнес дежурную речь про ставшую родную республику Коми. Раскланялся. А народ никак не мог нарадоваться уходу, так и не ставшего народу родным губернатору. Бесславное княжение Уйбы уложилось всего в 4 года. Так, эмпирически, то есть опытным путем, мы узнали, что бывает, когда присланный губернатор совсем плох. И с самого старта своего правления начинает чудить не по-детски. Вот он, нижний предел устойчивости системы регионального госуправления. 4 года не приходя в сознание. В принципе, это, кстати, неплохо. Кому-то все эти федеральные инспекторы округа и силовая вертикаль, как пудовые гири на ногах. А в случае нашего пациента Уйбы, вот сколько времени эти гири на ногах могут замедлять дурного спринтера, рвущего в пропасть. 4 года. Вместо Уйбы прислали Гальштейна из еврейской автономной области. Гальштейн прекрасен тем, что за 4 года на дальневосточном воеводстве о нем никто не слышал. Не в том смысле, что не слышали ничего дурного, а просто ни прорывов, ни скандалов. Идеальный глава для республики Коми. Если при Уйбе о Коми не могли забыть из-за постоянных выходок губернатора, то теперь скорее забыть бы эту Коми-комедию. Противоположным запомнился счастливый тамбовский губернатор Максим Егоров. Он провел на земле 3 годика всего, и у него сбылась заветная мечта каждого технократа. Старшие мальчишки забрали его обратно на тот самый вожделенный федеральный уровень, с которого падают на обледеневшие поля корневых регионов наши сенежские десантники. Цепляя им парашют, какой-то добрый дядя наверняка говорит, вот проявишь себя, вернем обратно. Вот только возвращаются единицы. Кого-то засасывает, кто-то терпит фиаско, как уйба. Счастье Максима Егорова можно понять. Он не только выжил. Родина призвала его обратно к сакральному свету рубиновых звезд Кремля. Кому губернатора пад, кому взлет. Президент Путин встретился с Валентином Коноваловым, глава Хакасии, пример маленького, а может и большого политического чуда. Залетев на волне протестных настроений на первый срок, коммунист Коновалов переизбрался на второй. Он сделал это вопреки усилиям многих выдающихся технологов и аппаратчиков партии власти. О чудесном переизбрании Коновалова у нас есть на канале отдельный ролик «Битва за одну С». В Топоне Мехакасия одна С, и об этом не все знают. Это такой тест на местного, который москвичи нередко проваливают. Посмотрите, если еще не. Для тех, кто на ютубе, вот тут будет всплывашка. На других платформах ссылка в описании. Плавно как лимузин Аурус, но мощно как карьерный самоосвал КАМАЗ раскручивается предвыборная компания Рустама Мениханова. Президенту Татарстана предстоит политическая реинкарнация в первого Раиса. Мы в тренде, у нас же каждую каденцию абсолютно новый Мениханов. Да, сила традиций, но уверенность в будущем наша базируется на эволюции, на умении меняться, на непрерывном прогрессе. Мениханов не просто сдал экзамен на саммите БРИКС, если переводить на студенческую терминологию, он выиграл всесоюзную, то есть, простите, всероссийскую Олимпиаду по государственному управлению. Мениханов – лицо России региональной для лидеров глобального юга. В предыдущем выпуске мы рассказали о годичном послании лидера. Это действующий прототип предвыборной программы. Рабочий документ, а не реестр абстрактных обещаний. Казань, как я сказал, эволюционировала из спортивного костюма универсиады в смокинг, саммита БРИКС. Для Мениханова очередная пятилетка – пятилетка неоспоримого наследия. Сделано много, но он всегда хочет сделать больше. Татарстан форматирует политический ландшафт России. По просьбе республики на 10 лет до 1 января 2035 года отложена так называемая реформа местного самоуправления. Раис Татарстана публично выступал против ликвидации сельских поселений. Мы сейчас все поселения кончим, оставим там районную. А кто будет с этими людьми работать? Район? Что, главы вот здесь сидят, тоже главы? С кем? А кто будет работать? Вообще-то непродуманный документ. Надо как-то выразить свое мнение. Мало что прямого действия. Нили закон Пабло Ителлер, Ризабу Алмибас. Пусть нас накажут за то, что мы с этим законом не согласны. Хорошо. В это же время 20 регионов бездумно и безропотно пошли на тотальное создание муниципалитетов. Отсрочку окончания реформы объяснили позиции Татарстана и сделал это даже давний оппонент Павел Кашининников. В принципе, отличное решение. Помните, что было 10 лет назад? Верно. Россия была другой страной. Сейчас президент Путин объяснил нам, что до 2022 года в отношении нашей страны велась скрытая интервенция. Кто знает, может и реформа по уплощению местной власти была частью этой интервенции. В этом нам еще предстоит разобраться. И к счастью, но теперь у нас есть на это 10 лет. Кто знает, что там будет через два созыва в Государственной Думе. Это был Не скучайте, события начинают разворачиваться все стремительнее. Ставь нам лайк на Ютубе, ракету на Рутубе и что там на обновленном ВК-видео, в котором теперь ураганные рекомендательные алгоритмы. Мы не успеваем следить, но тоже ставь. Скоро увидимся. Ди-бли-ди-бли-ду, ди-бли-ди-бли-ди, всю правду расскажу, а ты на лайк, а ты на лайк нажми.